МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Каэжин Смогулов и это проект «Особое мнение». Сегодня у меня в гостях Боржан Байтанаев, директор Института археологии имени Маргулана, академик Национальной академии наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Для начала. В статье сказано, что европоцентрическая точка зрения не позволяла увидеть некоторых фактов, имеется в виду в истории. В чем проблема? Особенно в советское время существовала европоцентрическая теория. Теория как? В общем-то, принадлежалась особая роль кочевого населения, кочевников, тюрков. И это находило объяснение в различных научных трудах. Например, говорилось, что кочевники не имели своего государства. Ну, как они не имели? Имели. Это мы знаем, что основатели государства, высшее государственное объединение. И кочевники, например, не имели своих городов. Это было все предвзятое мнение. Еще сейчас очень популярное слово такое «номада». Я, например, сразу хочу сказать, что это не совсем правильное определение экономики и образа жизни, допустим, наших предков, говорят намады. Кочевое население, кочевник, виды кочевания тоже существуют различные. Вообще, само кочевничество имеет свои истоки. Первое, что связано с географической средой. Земледельцам и в город шли те кочевники, которые становились бедными. Понимаете? Заранее с городов, вот у тюрков были свои города, где в основном была торговля. Они контролировали эти города, мало того, на Великом Шелковом пути. И обеспечивали именно доставку груза, если это Китай был, допустим, и по Украине в Средневековье, а дальше при Караханидах это при Средневековье. Они обеспечивали, контролировали, отвечали именно за караванные магистрали. И, кстати, халифат, всегда шла борьба между халифатом и Китаем за контроль торговых магистралей. Даже, например, существовала почта, вот арабоязычные источники, они пишут на Великом Шелковом пути, что существует почта, потому что для торговли, как сейчас нужен интернет, тогда был свой интернет. И самая быстрая почта, это была тюркская почта. И там они пишут, там, где идет 15 дней обычная почта, тюркская почта идет за 3 дня. Это интернет того времени. И, например, мы знаем, что были кварталы в Багдаде, кварталы в Мишкеде, например, тех тюрков, например, из Пиджама. И в то же время торговцев из Мишкеда и из, допустим, других восточных городов были. И в городах, допустим, Тараза того же самого же. И в Утраре, например. Если говорить как раз-таки о достижениях Великой степи, тюркской культуры, в статье говорится о одомашнивании лошади, которая достаточно сильно повлияла на развитие цивилизации в целом. А как вообще было доказано, что лошадь впервые одомашнили именно на территории современного Казахстана, упоминается батайская культура и так далее? Совершенно правильный вопрос задали. Дело в том, что это достижение в науке, в первую очередь казахстанской науки. Это период и неолита 6 тысяч лет назад. И у нас есть такой ученый, профессор Зайберт Виктор Федорович. Он, кстати, в районе Качета, ватайская культура. Мой земляк. Маш земляк, кстати. Очень известный, выдающийся ученый. Когда у нас сразу, он раньше занимался этим, и были найдены предметы быта батайцев. И в первую очередь, когда, кстати, это плоды тоже независимости. В советское время мы не могли выйти, допустим, и у нас не было лабораторий, где могли исследовать на междисциплинарном уровне вот эти предметы. И, короче говоря, уже при развале Союза, когда у нас появились уже возможности, мы, казахстанские ученые, могли выходить за рубеж. И вот с англичанами были сделаны ряд лабораторных исследований в их лаборатории на предмет так называемого наличия липидов. То есть на специальных лабораторных условиях проверялись на наноуровне, проверяется наличие последних предметов, которые были в тех или иных сосудах. То есть пища. И оказалось, что у этих сосудов был кумыс. А кумыс, вы знаете, это производство чего? Это уже переработка кобыля молока. Кобыля молока. Поэтому и было доказано, что батайцев употребляли кумыс. Были найдены псалия, уже так далее. В то время еще железа не было. Это был эниелит, это период, когда используют медь, обычно самородная медь. И плюс еще используется камень. Потому что все мы шагнули с каменного века, он параллельно используется. И вот такое было сделано открытие. И это открытие было признано мировыми учеными. Благодаря казахстанским исследователям было доказано. И я думаю, что в ближайшее время у нас будет ряд открытий подобного характера. Мы над этим сейчас работаем. А с тюльпанами была та же история? С тюльпанами история немножко другого плана. Но есть уйсюнские были погребения в Семеречи, где были найдены бляшки, так называемые, это нашивки на одежду, где был изображен тюльпан. Тюльпан, наш тюльпан, это из трех лепестков состоит, его называют, Калопонский называет, Грейга называет. И доказано, что в третьем веке до нашей эры быту широко использовался тюльпан. Наши предки дарили, возможно, девушкам, женам. И даже изобразили на одежде для таких ювелирных изделий уникальных. Это доказано археологическим путем и доказали тоже наши археологи. Ну, смотрите, вы говорите о том, что современная археологическая наука сделала несколько важных открытий и так далее. Но получается, что широкой общественности, простому обывателю, казахстанцу, все это, скажем так, мало известно. Есть задача снимать фильмы, есть задача снимать документальные фильмы на тему истории, развития стран и цивилизации и так далее. Вот на ваш взгляд, все-таки эффективнее было бы снимать документальные фильмы, в которых внимание уделяется фактам и так далее. Или лучше снимать, скажем так, что-то более развлекательное, рассчитанное, может быть, на детскую аудиторию, с элементами истории и так далее. Ну, на каждую аудиторию должен быть свой подход. Детям тоже. Конечно, взрослые фильмы детям будут непонятны. Мы по возрасту разорганичиваем. Но должны быть художественные фильмы обязательно про личностей, например, совершенно новым взглядом. Возможно, это должны быть блокбастеры. Масштабные, зрелищные. И должны быть специалисты, которые, потому что нас привыкли смотреть блокбастеры, я бы сделал фильм какой-то, «Таласскую битву» сделал бы обязательно, показать, как тюрки боролись за независимость. Такие фильмы, как Супиктигин, Культигин, Шангысхан, эти все личности, которые были, или, допустим, Джучи, эти все личности, а, кстати, мы происходим от Джучи, да мы казахи, как Джучи ведут свои родословные, или, допустим, как Баграхан Харун, или этот Алпманас, Алпамас, Ховланда Батыра, это все фильмы надо создавать по эпосам. И создавать очень такими масштабными, зрелищными, тогда будет народ понимать. И очень важно такие фильмы делать. И очень важно эти фильмы буквально приближать к реалии. Потому что человек должен окунуться в ту эпоху, посмотреть, как это в то время происходило. Вот два фильма у меня в память, это, значит, с Бейбарсом связано, фильм. Султан Бейбарс. Султан Бейбарс. Значит, все знают Бейбарса именно благодаря этому фильму. Это произведение «Семашка» было, там вымысел, но исторические факты взяты. Уникальная личность Бейбарс, единственная, которая отразила крестоносцев и хулагу. Он отразил то, что не было. И создал уникальное государство, свою культуру, направление в архитектуре. Но он тоже был таким же, как и многие. И он был рабом, продан. А в то время воины в Средневековье, например, Багдадский халифат, значит, его могущество благодаря тюркским воинам было. Я, конечно, очень хочу, чтобы в археологию шли побольше молодежи. У нас Казахстан занимает девятое место по площади. Огромная у нас территория. Масса памятников в археологии. И очень много памятников в археологии невыявленных. Ежегодно они выявляются, ежегодно идут открытия. И мы находимся в старом свете. Вот, допустим, в Америке такого количества памятников в археологии не существует. Американцы не знают, что исследовать. Они начинают изучать гражданскую войну. И раскопки ведут на тех погребениях тех воинов, которые были в период гражданской войны американских. И изучают их. У нас другая ситуация. У нас нехватка как раз специалистов-археологов и основных реставраторов, что это потом воссоздавать, опять превратить в такой надлежащий образ и устраивать в музеи. Наша задача, чтобы народ это видел. Поэтому сам археолог, специальность археологии, это штучный товар. Мы на эстфаках принимаем ежегодно много людей. Я имею в виду турентов. А вот после четвертого курса в археологию очень мало идут. Потому что работа археолога непростая, она сложная. Это экспедиция, это погодные условия. И не каждый это выдерживает. Не каждому это нравится. Поэтому археология сама ведет естественный отбор. И тут фанаты, те, кто любит это дело очень. Я понимаю. В советское время, насколько я помню, была некая романтика, ореол такой, некой таинственности вокруг этой профессии. Археолога, я имею в виду. Еще даже до того, как мы увидели фильмы про Индиана Джонса. На сегодняшний день молодой человек, который пришел в эту профессию, с чем он, на ваш взгляд, столкнется? Во всяком случае, хотя бы давайте на чистоту. Достаточно ли хорошо финансируется археологическая наука? Археологическая наука сейчас хорошо финансируется. У нас принят закон на науке. У нас в нескольких направлениях идет финансирование. В первую очередь, это грантовое финансирование. Когда специалисты, молодые ученые, для молодых ученых тоже отдельный грант существует. Они подают тему, которую они потом исследуют. На это государство выделяет деньги. Конечно, это проходит экспертизу, назначаются экспорты. То есть, это не просто так подал тему. Это все анализируется. Потом проводится мониторинг, как эти исследования идутся. И люди получают. В наших институтах, помимо этого, есть программа целевая финансирование. Институт готовит программу, которая поддерживается и поддерживается и правительством, и специальным постановлением. Идет госзаказ, и мы получаем финансы. Вот мы в настоящее время сейчас работаем, археолог Казахстана, от древности до позднего средневековья. Тема наша называется института. И у нас до 100 человек работает. У нас где-то около 150 человек, без филиала специалистов, где мы работаем над этой тематикой. В каждой области есть сакральные объекты. Именно с древнейших рыбов сакрализованные. Природные объекты, объекты археологии, объекты культовой архитектуры. Все это, конечно, изучается. Поэтому, если у нас есть пробел, это есть пробел только в междисциплинарных исследованиях. Мы, к сожалению, от мировой науки отстали, но не по нашей вине. Все эти лаборатории, которые проводили эти исследования, находились раньше при СССР, в Российской Федерации, в Новосибирске, в Москве. Собственно, там и остались. Да, там они остались, и там же остались специалисты. Сейчас мы этот пробел наверстываем. У нас сейчас в институте открыт ряд лабораторий, одна из лабораторий под древних технологий, где мы привлекаем специалистов. Это палеозоологи, палеоботаники. И там ведутся очень интересные работы, которые нам дают представление. Сейчас новое направление есть. В мире это, допустим, те же самые геномные исследования, палеогенетики. Откуда мы произошли? И удивительные результаты появляются. И по тюркам, и по древнейшим народам, их корням. Потому что именно все, наш войскот остается где? Остается в ДНК. Плод до наших болезней, плод до цвета волос, цвета глаз. И вот поэтому, когда находят археологи останки, по вот этим вот данным, восстанавливается облик тех древнейших людей. Это, конечно, очень интересно. Мы что, сильно от них отличаемся? Современники? Современники. Мы относимся к южно-сибирской промежуточной расе. У нас есть и монголоидный, среди казахов тип, и европеоидный тип. И у нас, ну, например, европоцентрическая теория говорила, что здесь были одни европеоиды. Здесь были одни ираноязычные племена. Ну, например, вот по поводу саков, их расселение, существует несколько мнений. Саки Парадарая, Саки Тиграхауда, Саки Хамуаварга. Например, Саки Тиграхауда, наш выдающийся ученый Акиш, он поместил в Семеречи. А Саки Парадарая, тут, это Бехисунская скала, где описано в наших предках, размещает в районе, низовья, Сардарии, Амударии. И Хамуаварга, это те, которые изготавливали напиток. Кстати, он сейчас воссоздался в виде как алкогольного напитка, но это не совсем правильно, он совсем другой был. Это больше ритуальный напиток был, чем алкогольный. В магазинах вот тогда не продавали. И вот, если говорить, многие ученые говорят, что они говорили на чисто иранском языке, это вопрос большой. на каком языке они говорили. Если, например, говорит Саках Парадарая, в Бехисунской скале не Парадарая написано, а написано Тарадарая. И здесь многие ученые путаются. Если мы будем говорить Парадарая, то это за Дарьей. А Тарадарая в сиранских языках не объясняется. Это объясняется с прото-тюркских языков. Как? Там, где Дарья расходится, Дальта Дарья. Поэтому здесь еще надо разобраться, каким языком, какие саки говорили. Еще изучать и изучать. Я разговор свой продолжу. Наши археологи в Черекрабаде нашли сосуд, где была надпись Коси. На сосуде надпись Коси. Мы долго разбираем, что Коси. Коси – это то, что вялит. То, что вялит, дает аромат. Во-вторых, используется по мумификации. Мы здесь, потому что многие народы, у них в обряде погребения был, особенно усаков, сарматов, савраматов, именно обряд мумификации, традиции. Античное слово было Коси написано. наш, кстати, Али Шаракиш его прочитал, нашел аналогии, что Коси такое, есть растения, которые добывали, привозили сюда из Южной Африки. Хорошо. В заключение, вот вы говорите о том, что была масса очень интересных, но малоизвестных широкому зрителю событий. есть имена, которые заслуживают того, чтобы о них люди знали. Помимо того, что мы сейчас с вами упомянули, фильмы, сериалы и так далее, что еще можно сделать для того, чтобы школьники, студенты и так далее интересовались, больше знали и так далее. Вот, в частности, было упомянуто в статье «Историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях». Как это может работать на практике? Вообще, конечно, здесь вот очень понадобился бы, я бы сказал, опыт советской эпохи. То есть? Да, вот в советское время, мы сами участвовали в этих кружках, буквально в каждой школе были краеведческие кружки, кружки туризма, кружки, ну, они по-всякому были патриотические и так далее. Где археологи были, археологи, тоже археологические кружки. Я сам ездил под этим вот кружкам, и нам было очень интересно. И здесь очень четко сделан акцент в статье именно на археологию, на историю. Краеведей надо поднимать, понимаете? Иной раз краеведы, сами краеведы, они не должны быть обязательно историками. Они очень много раскрывают. Вот их даже все заметки, все вот эти наблюдения, в будущем не используются. Поэтому вот это краеведческое движение, краеведческое по истории, по археологии надо возродить. И опыт тот, который был советский, были всякие там станции юных туристов, были всякие, значит, в кружках, обязательно кружки были в школах. Я думаю, прям буквально в программу краеведения эту программу надо внести, и предмет краеведения должен быть, где историки и географы, и природоведы должны этим заниматься. Вот один из таких направлений. А вот предположим, вы говорите туристы, но предположим, что мы заинтересовали не только подрастающее поколение детей, но и взрослых при помощи, вот опять же упоминается туристический проект по частичному восстановлению древнего города Утрара. Я имею в виду, а нет ли опасности того, что турист, попадая на исторические археологические объекты и так далее, нанесет ему какой-то вред, ущерб и так далее. Это ведь очень, насколько я понимаю, хрупкие вещи и так далее. Музеификация объектов археологии это сложный вопрос. Сами по себе археологические раскопки, особенно где многослойные города, потому что город формируется как слой за слоем, каждый век имеет свой слой. И чтобы добраться до нижнего горизонта, верхний горизонт фиксируется, изучается и убирается. Это своего рода разрушение верхних горизонтов, поэтому здесь по этим документам контролируемая нет, она полностью фиксируется, фиксируется, создается документация. Это так называемые опорные планы. По опорным планам делается реставрация и воссоздание, регенерация объектов и объектов археологии. У нас, к сожалению, еще есть пробелы. А чем это связано? Вот Утрар это глиняный город. Если допустим вы поедете в Рим или в Египет, там другая архиттура, там камень, кирпич где-то. Более долговечный материал. Поэтому у нас специалисты в рестораторах. Сейчас первое направление реставрационную школу надо создать, мощную реставрационную школу, подтянуть международный опыт. И все эти объекты надо музеифицировать. Тогда будет народ знать. И сейчас большая работа проводится, но надо более активно проводить. Это по части Министерства культуры очень большая работа. Я понимаю. Ну тогда что бы может быть еще вы посоветовали, порекомендовали в плане именно развития археологической науки и популяризации истории среди всех? Ну в статье еще было сказано насчет архивов. Очень важно я хочу сказать, что еще не все архивы изучены. очень много материалов еще хранится в Европе. Это было четко написано не должен быть академический туризм, а должны быть серьезные исследования. Я например знаю, что и в Санкт-Петербурге и даже в том же самом Оренбурге есть архивы, где хранятся по истории Казахстана очень много документов, которые мы еще не знаем. Я уже не говорю. Простите, перебил. У казахстанских ученых нет к ним доступа или просто еще никто не занимался? Нет, у нас львиная доля документов привезена, опубликована. Львиная доля опубликована. Но еще я думаю, что еще есть многие такие источники, о которых мы не знаем. И их надо систематизировать. Об этом говорится в статье. Систематизировать и сделать широкий доступ. Потому что народ должен знать эти документы. очень много документов в других странах. Я знаю, что очень много документов было по Кепчакам, по другим народам. Арабоязычные, персоязычные документы есть. Их надо буквально нам привезти сюда, отцифровать. И мы должны пользоваться. Об этом говорится. То есть архивы должны создаваться. И я думаю, у нас, например, очень много было вывезено в свое время во раскопок советского время. В Москву было вывезено. Было много артефактов ушли в различные музеи. Даже похищенные артефакты есть. Например, с мавзолея Ходжахмета Сави в 1906 году был украден подседжник, который Тамерлан презентовал в свое время. Вот такие вещи есть. То есть все вещи надо возвращать, изучать, хотя бы копии снимать. И этим мы должны заниматься. То есть работы у вас еще много? Работы очень много. Я в этой работе вам желаю огромных успехов. Что ж, сегодня у меня в гостях был Боуржан Байтанаев, директор Института археологии имени Маргулана, академик Национальной Академии Наук. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа Особое мнение на телеканале Хабар 24. Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова